18-й век оказался для Европы очень неспокойным. И дело не только в военных конфликтах и политических распрях, а еще и в том, что европейцы столкнулись с доселе невиданным в таких масштабах феноменом, как вампиризм. Веками истории о погребенных, но не разлагающихся телах передавались из поколения в поколение, породив огромное количество мифов и суеверий. От якобы целебных свойств нетленных мощей святых до легенд о встающих из могил мертвецах. Кто не слышал о графе Дракуле, который был не прочь полакомиться человеческой кровью? И пусть придуманный Брэмом Стокером Вурделак не имел ничего общего с реальностью, хотя и был срисован с исторического персонажа, жившего в 15 веке князя Валахии Влада III Дракулы, тем не менее он оказал огромное влияние на дальнейшее восприятие образа вампира. Настоящие же мертвецы-кровопийцы были совсем другими. И да, они существовали на самом деле. Вопрос только в том, кем они были и кем их считали люди, столкнувшиеся с явлением, которое не могли объяснить. Легенды о возвращающихся покойниках можно найти у венгров, сербов, турков, поляков, русских. Свои вампиры есть у румынов, их называют стригоями, греков, бруколаки или вруколаки и других народов. А вот отдаленно напоминающие классических вампиров немецкие нахцереры никогда не покидали могил и, лежа в гробу, жевали собственный саван или даже самих себя. Люди верили, что по ночам вампиры выходят из могил, чтобы нападать на людей и животных и пить их кровь. Затем они будто бы возвращались обратно на кладбище и укладывались в гробы, в которых буквально плавали в крови сочившиеся из носа и ушей вурдалаков. В начале XVIII века маравские священники, не на шутку встревоженные слухами о вампирах, попытались прояснить ситуацию, обратившись к руководству католической церкви. Пикантности ситуации придавало то обстоятельство, что воскресенье упырей из мертвых словно бросало вызов христианству. Вурдалак, нападая на живых, подобно Христу создавал учеников-последователей, заражая свои жертвы. А употребление людьми в пищу хлеба, смешанного с кровью вампира, для того, чтобы спастись от мертвеца, явилось очевидной пародией на церковное таинство Евхаристии. Однако в Риме предпочли отмолчаться и не давать никаких комментариев относительно многочисленных сообщений о встречах с вампирами. Тогда люди прибегли, как им казалось, к самому верному способу избавления от вурдалаков. Они разрывали могилы тех, кто будто бы приходил к живым после смерти, доставали тела, протыкали их колом, отрубали голову и сжигали ее вместе с трупом. В 2023 году на кладбище XIX века в Польше обнаружили останки 450 человек с отрубленными головами. Во рту каждого черепа находилась монета, а сами головы лежали в ногах покойников. Некоторые тела были придавлены к земле камнями и кирпичами. Ученые полагают, что это останки людей, которых местное население считало вампирами, поскольку обезглавливание и помещение в рот мертвеца монет или камней, согласно поверьям, было превентивной меры борьбы с вампирами, лишавшей их возможности возвращаться в мир живых. Большое количество мертвецов с отрубленными головами объясняется тем, что люди верили. Все, кто умерли вскоре после похорон вампира, также становились вампирами. Годом ранее в той же Польше нашли захоронение женщины, умершей в XVII веке. Ее горло было придавлено серпом. Вероятно, на тот случай, если покойница решит восстать из гроба. Поднявшись, вампир отсек бы себе голову. Похоже, люди не сомневались в эффективности такого способа борьбы с поднимающимися из могил мертвецами. Несмотря на сомнения ученых и откровенные насмешки самого Вольтера, который ни на грамм не верил рассказам о встречах с вампирами, приходивших в основном с территорий современных Сербии, Румынии, Венгрии, Чехии и Польши, и шутил, что чем больше вампиров уничтожали, тем больше их становилось, ситуация с мертвецами, нападавшими на живых, начала выходить из-под контроля и приносить проблем представителям власти. Пик вампирической истерии пришелся на первую половину 30-х годов 18-го столетия, когда о вампирах увлеченно судачили в светских салонах, им посвящали научные и богословские трактаты, о них писали без устали газеты и журналы. Описания вампира почти всегда были одинаковыми и до дрожи пугали даже тех, кто не особо верил рассказам о встающих из могил покойниках. Когда поднимали крышку гроба, мертвец ко всеобщему ужасу присутствующих на эксгумации начинал шевелить руками и ногами, издавать ужасные вопли, а из его рта и ушей текла кровь. Тело вампира не разлагалось и в некоторых случаях выглядело раздутым от переполнявшей его крови. Самыми известными случаями вампиризма можно считать истории серба Петра Благоевича, которого впервые официально назвали вампиром, серба Арнаута Паоле, державшего в страхе целую деревню, и еще одного серба Савы Савановича, в 2010 году ставшего символом города Валева. В 1725 году, спустя две недели после похорон, Петр Благоевич повадился приходить к своим родственникам. Визиты Вурдалака происходили ночью во сне. Покойник душил свои жертвы и пил их кровь, после чего люди погибали в течение суток, сгорали на глазах будто от какой-то болезни. Таким образом, за восемь дней умерло девять жителей деревни Кизаловы. В своем докладе камерал-провизор в Градежском районе Моравии Фромбольд писал, что, умирая, жертвы Благоевича рассказывали, как тот являлся им во сне, ложился на них и давил таким образом, что они поневоле лишались дыхания. Жена Благоевича вынуждена была бежать из деревни после того, как к ней, опять-таки во сне, явился покойный муж и потребовал вернуть ему башмаки. Как сообщал Фромбольд, поскольку у подобных особ, каковых именуют они вампирами, имеются различные знаки, как-то тело их не тлеет, кожа же, волосы, борода и ногти растут, как можно увидеть, то подданные единодушно постановили вырыть могилу Петра Благоевича и удостовериться, будут ли найдены на нем упомянутые знаки. На эксгумации останков Урделака присутствовали приходской священник и сам Фромбольд, безуспешно пытавшийся облагоразумить жителей деревни. Последние обратились к представителю власти с просьбой разрешить им разрыть могилу Благоевича, однако добавили, что в случае отказа, настолько все были напуганы внезапными смертями, они просто покинут деревню и больше никогда туда не вернутся. Отдавший приказ эксгумировать останки Благоевича Фромбольд рассказывал. Ни от данного тела, ни от могилы, ни в малейшей степени не исходил зловонный запах, обыкновенно присущий мертвым. Тело, за исключением носа, каковой несколько отвалился, было весьма свежим. Борода, волосы, а также ногти, из каковых старые упали, росли на нем. Старая кожа, каковая была чуть беловата, отделилась, и под нею показалась новая и свежая. Лицо, руки, ноги и все туловище имели такой вид, что и при жизни не могли бы выглядеть лучше. Во рту я не без удивления заметил некоторое количество свежей крови, каковую, по общему признанию, он высосал из убитых. В целом же в наличии были все признаки, что имеются, как указано выше, у подобных людей. Все подданные заострили кол, дабы поразить мертвое тело в сердце, и после сего прокола из ушей и рта не только вытекло много весьма свежей крови, но и случились иные дикие знаки, каковы из высокого уважения я опускаю. Под дикими знаками Фромбольд, скорее всего, подразумевал характерный звук выхода из тела газов. Внешний вид покойника, больше напоминавшего живого, предопределил его участь. Тело Благоевича сожгли. Гайдук Арнаут Паоле уволился с военной службы и вернулся в родную деревню Медведжа. В 1726 году он погиб, упав с телеги и сломав шею. А спустя месяц соседи Паоле поняли, что тот превратился в вампира. За сравнительно небольшой промежуток времени Арнаут Паоле убил четырех крестьян. Будучи хорошо осведомленными о том, как следует поступать с вампирами, жители деревни раскопали могилу Паоле. Бывший Гайдук, к тому моменту пролежавший в земле 40 дней, выглядел как живой. У него выросли ногти, волосы и борода. Одежда была в крови, которая вытекала изо рта, носа и даже глаз, а сам он был румяный. Когда осиновый кол пробил сердце вампира, тот издал протяжный стон, и из дыры в груди хлынула бурая кровь. Паоле отрезали голову и сожгли вместе с телом. Аналогичным образом поступили и с останками его жертв. Еще один сербский Гайдук Сава Саванович влюбился в молодую пастушку, но когда, предложив ей сердце и руку, получил отказ, в порыве гнева хладнокровно застрелил девушку. Жители деревни Зарожье устроили над Савой самосуд, убили его, а тело закопали в лесу. Спустя какое-то время стали поговаривать, что Саванович превратился в вампир и пьет кровь мукомолов, остающихся на ночь в водяной мельнице. Та самая, простоявшая несколько веков, мельница функционировала вплоть до 50-х или даже 70-х годов 20-го века, пока в деревню не провели электричество. С тех пор здание превратилось в туристический объект, притягивающий к себе любителей истории о вампирах и просто тех, кто не прочь пощекотать себе нервы. В 2012 году мельница Савановича обрушилась, и от нее остались лишь каменный фундамент и три стены. После этого суеверные жители близлежащих деревень стали поговаривать о том, что народный вампир подыскивает себе новое жилье, а это значит, что нужно запасаться чесноком. Впрочем, владелец злополучной мельницы рассказывал, как сам несколько раз ночевал внутри старой постройки, однако вампира никогда не видел. Вампирическая истерия, будоражившая Европу более трех столетий назад, не обошла стороной и земли современной Беларуси, тогдашнего великого княжества литовского. Вскоре после расправы над сербским вампиром Арнаутом Паоли невероятными тиражами стали выходить книги о вампиризме, а 1732 год даже нарекли годом великой вампирической паники. Примерно в то же время познакомиться с феноменом вампиризма пришлось жителям местечка Бытень, слонимского повета Новогрудского воеводства, ныне Брестская область Беларуси. Случай этот был задокументирован монахами Базилианского монастыря. В 1726 году скончался бытинский подстароста Лобачевский. Несмотря на засвидетельствованный факт смерти, тело чиновника на протяжении нескольких дней оставалось теплым. Лобачевского похоронили, однако, как отмечали монахи, из перебитой лопатой шеи кровь сочилась как из быка. Зная легенды о вампирах, жители Бытенья приготовились к наихудшему сценарию. В то же время перепуганные до смерти насильники монастыря решили не дожидаться возвращения покойника и на следующий день после похорон откопали труп. Разрыв могилу, монахи увидели лежащего в гробу Лобачевского, который никак не походил на покойника и все еще оставался теплым, а из его шеи и головы продолжала течь кровь. Викарий провел над телом обряд экзорцизма, после чего останки Лобачевского сожгли. Правда, не без трудностей. В какой-то момент из трупа брызнула жидкость и залила пламя. Когда костер почти потух, среди золы обнаружили нетронутое пламенем сердце вампира. Монахи рассказывали, что при осмотре сердце внезапно взорвалось, словно в нем был порох, обдав присутствовавших яркими искрами. И только после этого сгорело полностью. Массовая истерия по поводу вампиров завершилась к середине 18 века. К этому времени со своим отношением к вампирам определилась католическая церковь. Папа римский Бенедикт XIV заявил, что вампиры являются ложными созданиями человеческой фантазии, а история о них – суеверием, у истоков которого стоят священники, распространяющие страшилки о вурделлаках, чтобы убедить легковерное население щедро платить им за экзорцизмы и мессы. Чуть позже придворный врач австрийской императрицы Марии Терезии Герард ван Свитон поставил жирную точку в спорах о реальности вампиров, наводивших ужас на жителей европейских деревень. По личному распоряжению Марии Терезии, ван Свитон изучил доклады медиков, сообщавших с мест о случаях вампиризма, и написал заключение, в котором назвал веру в существование вурделлаков суеверием варварских и невежественных народов. Врач был хорошо осведомлен о том, что происходит с телом человека после смерти, и поэтому его не особо удивили описания румяных и упитанных вампиров. Ван Свитон объяснил необычный вид погребенных тел условиями, в которых они находились. Сохранность трупа, по мнению австрийского врача, объяснялась недостатком кислорода, из-за чего процесс разложения существенно замедлялся. «Если гроб хорошо закрыт, – писал ван Свитон, – если почва по природе своей плотная или была схвачена холодом за время, прошедшее после похорон, или же доступ к кислороду предотвращен каким-то иным способом, – разложение не происходит, или, по крайней мере, оно происходит очень медленно. Вместе с тем, ван Свитон предположил, что случаи массовых смертей были вызваны эпидемиями, а вовсе не деятельностью мифических вампиров. Если человек видел сны, в которых его недавно погребенный родственник или сосед норовил выпить у него кровь, а также страдал от сонного паралича, мышечной слабости, которая зачастую сопровождается яркими галлюцинациями, связанными с присутствием в комнате постороннего человека, то неудивительно, что, совмещая все эти явления с популярными легендами о покойниках-кровопийцах, кто-то, обладая богатым воображением, действительно верил в то, что смерть от туберкулеза или других болезней напрямую связана с вампиром». Придворный врач Марии Терезии не сомневался в том, что некоторые детали истории о вампирах были сильно преувеличены. Так, например, палач, расчленявший выкопанные трупы упырей, рассказывал, как из них в огромном количестве текла кровь. Однако на допросе и под присягой тот же палач признался, что вытекшей крови набралась бы примерно ложка. Вместе с тем опрошенные очевидцы визитов вампиров вовсе не утверждали, что мертвецы лично посещали живых. Речь идет о том, что люди ощущали гнет, испытывали тоску, от которой клонило в сон, писал Ван Свитон. По его мнению, удушье, которое напрямую связывали с действиями восставшего из могилы мертвеца, было вызвано легочными заболеваниями, которыми страдали жертвы вурдалака. В 1755 году Мария Терезия официально запретила осквернять тела умерших и тем самым объявила вне закона традиционную практику расправ над предполагаемыми вампирами. Рассказывая историю селезского вампира Иоганна Кунца, который терроризировал деревню Пентш, английский философ 17 века Генри Морр включил в нее не только откровенные небылицы, но и подробности, характерные для других, в том числе и более поздних случаев вампиризма. Нетронутая разложением тела упыря, подвижность его суставов и обильное кровотечение из носа и ушей. Описав все это, Морр заканчивал свое повествование такими словами. Должен признаться, что я никак не могу догадаться и даже представить себе, какую увертку или объяснение может измыслить атеист, столкнувшийся со столь ясными и убедительными доводами. Несмотря на ту уверенность, с какой Генри Морр, как ему казалось, раз и навсегда расправился со скептиками, не знающими бога и что-либо еще кроме материального мира, мы все же попробуем дать рациональное объяснение феномену вампиризма. И начать нужно с того, что вампиры далеко не всегда избегали посмертного разложения. Французский ботаник Жозеф де Турнифор, путешествовавший по Ближнему Востоку в начале 18 века, оказался свидетелем эксгумации трупа Брукалака на греческом острове Милос. По какой-то причине вампир не докучал только местному консулу. Все остальные жители острова панически боялись наступления ночи, когда, как они считали, пробуждался Брукалак. «Этот факт доказывает только печальное состояние умственного развития островитян», писал Турнифор. «Воображение было у всех и у каждого болезненно расстроено. Целые семейства оставляли свои дома и уносили постели на край города для ночлега. Наступление каждой ночи встречаемо было всеобщим плачем. Даже люди благоразумно бежали из своих домов». Как рассказывал ученый, тело вампира, чью могилу разворотили обезумевшие от ужаса жители Милоса, источало невыносимый зловонный запах. Вопреки ожиданиям, Брукалак выглядел как обычный мертвец, начавший разлагаться. Какой-то мясник неуклюже вскрыл грудную клетку и достал сердце, которое сожгли на берегу. Однако это не остановило панику. Вампир продолжал терроризировать островитян. Священники читали молитвы, проводили службы и крапили дома святой водой, но все было тщетно. Удалось поймать нескольких бродяг, устраивавших ночные беспорядки, которые молва приписывала мертвецу. Но и это не помогло. В итоге вслед за сердцем Брукалака сожгли и его труп, после чего вампир исчез навсегда. Другими словами, был совершен ритуал, который сумел успокоить жителей острова и вернуть их к привычной жизни. В официальных отчетах о вскрытии могил вампиров часто говорилось о том, что мертвец в буквальном смысле плавал в заполненном кровью гробу. Все дело в том, что когда труп начинает гнить, кожа отделяется, образуя пузыри. Позже, когда они лопаются, из них вытекает гнилостная жидкость темно-красного или коричнево-красного цвета. Зрелище не из приятных, и, глядя на это, создается впечатление, что разлагающийся труп плавает в крови, хотя эта жидкость вовсе не кровь. Когда вскрывали гроб и протыкали грудь вампира осиновым колом, тот якобы кричал и даже махал руками. Скопившиеся в результате разложения газы покидают тело через дыхательные пути, воздействуя на голосовые связки и издывая стоны, вздохи и другие похожие звуки. В отдельных случаях они могут быть причинами взрывов, если тело вампиры сжигают, как это было с останками подстароста Лобачевского. Открывать глаза и даже двигать конечностями трупы могут из-за рефлекторного сокращения мышц. А посмертная полнота многих покойников, при жизни бывших худыми, связана вовсе не с тем, что они напились крови, а с тем, что тело раздулось от накопившихся в нем газов. В этом случае действительно ошибочно представляется, что покойник растолстел из-за выпитой им крови, тем более если это кровь, а на самом деле гнилостная жидкость, образовавшаяся в том числе из-за разложения внутренних органов, обильно вытекает изо рта и ушей. Раздувшееся тело было первым признаком того, что погребенный человек – вампир, питающийся кровью живых. Однако вздутие – это всего лишь результат накопления в теле газов вследствие разложения. Внутренности в буквальном смысле разжижаются, и кровавая масса под давлением выходит через рот, нос, уши и другие отверстия. Растущие после смерти волосы и ногти – одно из самых распространенных заблуждений, связанных с покойниками. В действительности тело умершего быстро теряет жидкость, ткани вокруг волосяных луковиц усыхают, кожа сжимается, из-за чего кажется, будто ногти и волосы стали длиннее и даже выросла щетина на лице. Цвет кожи, описываемый очевидцами эксгумации вампиров как темный или розовый, также связан с процессом разложения, который приводит к изменению пигментации. Впечатляющие находки, совершаемые во время эксгумаций, перевернутые в гробах тела, некоторые с разбитыми головами, сбитыми пальцами и вырванными волосами, послужили источником не только легенд об оживших мертвецах, но и коллективного ужаса, который охватил население Европы на волне слухов о вурдалаках. За последних в некоторых случаях могли перенимать тех несчастных, кого поспешили похоронить, как следует не удостоверившись в том, что они действительно умерли, а не впали в коматозное состояние. Но как объяснить случаи в Бытине, где покойник не просто выглядел живым, а был теплым? Известны случаи, когда тела умерших какое-то время поддерживают высокую температуру, хотя по всем признакам человек мертв. Так было с останками погибших в 1839 году на Мальте британских солдат, тела которых разогревались до 46 градусов. Единого объяснения феномену посмертного перегрева еще не нашли, однако ученые полагают, что виной могут быть климатические условия, толщина жировой прослойки умершего, а также активный бактериальный метаболизм, поддерживающий внутри мертвых тел высокую температуру. В 2004 году мир узнал о жутких событиях, произошедших в румынском селе Маратину-де-Сус в конце декабря 2003-го. Тогда умер 76-летний Петро Тома. Спустя несколько дней после похорон его внучке стали сниться кошмары. Жаловавшись на слабость и недомогание, девочка утверждала, что по ночам к ней является умерший дед и пьет кровь. Жители деревни поняли, что столкнулись со стригоем и решили действовать незамедлительно, не дожидаясь трагедии. 8 января все они, в том числе и родственники Петра Томы, отправились на кладбище и вскрыли могилу вампира. Один из участников эксгумации описывал положение тела умершего так. «Когда мы подняли крышку гроба, руки его не находились на груди, так как мы положили их во время похорон, а были вытянуты вдоль тела. Его голова была повернута в сторону, губы забрызганы запекшейся кровью». Со стригоем поступили согласно традиции. С помощью вилл мужчины вскрыли грудную клетку покойника и извлекли сердце, которое затем отнесли к ближайшему перекрестку и сожгли. «Его тело расслабилось, и мы слышали, как он вздыхает», – рассказывали очевидцы. Пепел растворили в воде и дали выпить заболевшей внучке вампира. Наутро та почувствовала себя лучше. В 1973 году в английском городе Стокконтрент умер 68-летний эмигрант из Польши Диметриус Мычура. Обстоятельства его смерти были очень странными. Мычура скончался, подавившись головкой чеснока, которым была увешана вся его квартира. Мужчина считал, что его окружают вампиры, потому использовал для защиты от них чеснок, перец и соль. Готовясь ко сну, Мычура положил головку чеснока в рот и подавился. Смерть признали несчастным случаем. И это, вероятно, далеко не первая гибель человека, правда не от рук вампира, но совершенно точно из-за веры в реальность упырей и в то, что они могут причинить человеку вред. Неподверженность тлению считалась одним из главных признаков того, что человек является вампиром. В действительности же все тела разлагались, однако происходило это с разной скоростью, напрямую зависящие от условий, в которых они были погребены. От состава почвы, температуры, климата, влажности и т.д. Таким образом, как бы парадоксально это ни звучало, из-за нехватки знаний в области медицины очевидные признаки разложения воспринимались как доказательство нетленности, прекрасной сохранности тел, что и явилось в сочетании с гибелью людей от различных болезней и эпидемий причиной появления и распространения мифов о вампирах. Субтитры создавал DimaTorzok